Доброе утро! Время новостей на телеканале Моя Удмуртия в студии Марины Симонова и в начале выпуска коротко о важных темах наступившего дня. В Удмуртии сегодня объявлен внеплановый день трезвости. Всем торговым сетям предложено добровольно отказаться от продажи алкоголя в День Знаний, который в этом году выпал на 2 сентября. Добраться до Казани станет проще. Сегодня возобновляется регулярный автобусный рейс «Ижевск-Казань-Ижевск». Он был отменен из-за снижения пассажиропотока. Теперь автобус будет ходить регулярно. Регулярный рейс не отменят, даже если будет продан один билет. С сегодняшнего дня меняется и расписание движения теплоходов на «Ижевском пруду». Сезон завершается, пассажиров становится меньше. С понедельника водники оставят 4 рейса, через неделю сократят еще на один. И считанные минуты остаются до начала нового учебного года. Сегодня первый звонок прозвучит для 17 тысяч первоклассников республики. А в четырех сельских в День Знаний отметят еще и новоселье. На линейке вместе с учениками, педагогами и родителями придут и полицейские. Более двух тысяч сотрудников правоохранительных органов уже вышли на дежурство. Наряды патрулируют все образовательные учреждения. Ряд школы перед праздничными линейками проверяют кинологи. В этом учебном году 1 сентября будет особым. С 1 сентября в России вступил в силу новый закон об образовании. Внедряются новые стандарты. Академики разрабатывают новый учебник по истории. Вводится много перемен. И к ним готовятся не только российские дети, их родители. К нашему новому учебному году готовятся и за границей. Например, в Америке некоммерческие организации пишут свои образовательные программы для российских школьников. Конкурсы, гранты, стажировки. Все ли так безоблачно и что за этим стоит? И главное, есть ли повод для родительского беспокойства? Расскажем. Директор 56-й Ижевской гимназии сегодня вспоминает, как в прошлом году в школу пришли американцы. Показали разрешение от местных властей и предложили старшеклассникам уникальную возможность. Год – жить и учиться в Соединенных Штатах. Не всем, а только самым-самым, кто пройдет жесткий отбор. Программа называлась «Флекс» и обещала детям сделать из них лидеров. Писать языковые тесты в гимназию пришли почти 200 школьников со всего Ижевска. Было два представителя. Они раздавали тестовый материал. Ребята работали с ним, они его собирали. Ну и, соответственно, потом они же проводили обработку информации. У нас не было возможности, потому что изначально организаторы проведения посредственно сказали о том, что тесты обработаны уже нами, то есть ими. И возможности такой нам не предоставили. Когда учителя стали разбираться, выяснились интересные подробности. «Флекс» – продукт организации под названием «Американские советы по международному образованию». Финансируется агентством США по международному развитию, деятельность которого на территории России запрещена. Эксперты сегодня и вовсе разводят руками. Программа «Флекс» сомнительная и необменная, ведь американские школьники культуру Удмурты изучать не собирались и на образовательную тоже не тянет. Название образовательной программы, оно на русском языке звучит «обмен будущими лидерами». То есть речь не идет о том, чтобы профессионально подготовить. И естественно, что нужно американцам от этого будущего лидера? Конечно же, его проамериканская позиция. И там такой обучающий составляющий, она косвенно звучит. Теперь выпускники американских образовательных программ с благодарностью впитавшие навязанный образ супердержавы жить на родине не хотят. Студент Руслан уверен, американцы – вот нация счастливчиков. «В принципе, это те же русские, просто, наверное, в какой-то момент им больше повезло. Мне скажут, Руслан, езжай в Америку, либо оставайся здесь. Вот мы тебе даем деньги, и ты езжай в Америку. И, естественно, я выберу этот шанс». В Министерстве образования говорят не только об утечке мозгов. Под нашим носом из наших детей чужая страна растит своих агентов влияния, отбирает лучших, внушает, что на родине все неправильно устроено, а за границей нам поможет. Эксперты настаивают, международную образовательную сферу надо регулировать. Не играть по чужим правилам, а устанавливать свои. «Как я сейчас понимаю, просто порядок, как наш локальный акт на уровне министерства, который мы можем рекомендовать муниципальным образованиям, им не обязательно его дублировать, а просто придерживаться в случае, если у них возникают вопросы по участию в каких-либо обменных программах». В этом учебном году в Удмуртии американская инициатива по реализации программы «Флекс» отклонена, сообщили нам в Министерстве образования. Но могут появиться другие. Затем, кто и какое образование предлагает нашим детям, чиновники обещали следить жестче. Марина Баль, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии раскрыта серия кредитных мошенничеств. В преступлениях обвиняются семь жителей Камбарки. Все сейчас находятся под подпиской о невыезде. Следствием установлено, что с августа по декабрь прошлого года участники преступной группы незаконно по чужим паспортам оформляли заявки на получение кредитов. Паспорта мошенники забирали обманным путем у лиц, ведущих о социальный образ жизни. Некоторые отдавали документы в обмен на бутылку спиртного. По чужим паспортам получали кредиты в одной из организаций Камбарки, менеджеры которой, кстати, тоже были в сговоре с мошенниками. В заявке включались заведомо ложные сведения о месте жительства и о месте работы заемщика. Преступники достоверно знали, что выплаты по договорам займа выплачиваться не будут. Чтобы не вызвать вопросы со стороны службы безопасности кредитной организации, они вносили первоначальные взносы. Всего мошенники оформили более 200 кредитов, получив по ним почти 4 миллиона рублей. Впрочем, фактов может быть и больше. Полицейские еще продолжают работу по выявлению аналогичных преступлений. На Ижевском водоканале подстраиваются подсезонные изменения. Пруд снова заполонили сине-зеленые водоросли. Их стало больше в три раза. Такая активность водорослей сезонная. Их размножению способствует теплая и сухая погода. Если количество бактерий еще вырастет, объем питьевой и прудовой воды сократят до 20 кубических метров в сутки. Компенсируя это ресурсами Воткинского водохранилища. Краснокнижные растения, кедровый бор, четыре пруда. В Камбарском районе может появиться новый туристический маршрут на территории урочища Валяй. Сейчас это излюбленное место отдыха горожан. С флорой и фауной сюда приходят знакомиться дошколята. Но первыми еще 30 лет назад в лесную глушь забрались волонтеры. Это им удалось восстановить заповедные места. Пруд словно с полотен Воснецова. Кажется, только что на берегу сидела Аленушка. Среди трав проглядывают краснокнижные орхидеи и талмасы. Чаще прячутся лоси. В воде бобры. Бобры же любят чистую воду. А здесь чистая вода. Родники же. Это место, урочище Валяй, расположено в 6 километрах от Камбарки. С десяток лет назад заповедные леса были заброшены и забыты. Разив Мерзаянов вместе со своими друзьями появился здесь в далеком 75-м. И попытался навести порядок в лесной глуши. Высадили здесь несколько кедров. Вручную восстановили этот пруд. Назвали его тополиной. Выкосили траву. Но нашелся браконьер. Поставил тут сети и повредил плотину. Через 15 лет мы вновь пришли сюда, этой же компанией, и вновь стали восстанавливать пруд. Опять же начали с этого тополиного. Вычистили дно, берега, спилили деревья, чтобы вода поднималась. Приехал трактор, все засыпал. Сейчас сюда, как на экскурсию, грозив, приводят Камбарскую малышню. Детсадовцы от этих уроков биологии на выезде в восторге. Местные жители частенько приезжают отдыхать в лесную глушь. Уникальную флору и фауну исследовали ученые Удмуртского госуниверситета. И защитили по ней не одну научную работу. Привлекает место не только своей гармонии, но и истории. Своё название урочище Валяй получило от слова «валяться», в смысле «отдыхать». В 19-м столетии здесь располагалась дача помещика Дедюхина. Сюда он приезжал, чтобы отдохнуть и порыбачить. Здесь располагался охотничий домик, баня и другие постройки. Но после революции усадьба осталась без хозяина и до наших дней не сохранилась. Рассказать историю уникального места. Камбарские краеведы готовы всем путешественникам. Надеются проложить на Валяй туристический маршрут. Анна Ковырзина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Бурановские бабушки сегодня попробуют себя в роли экскурсоводов. Они покажут участника международного фестиваля, зоопарк и музей Калашникова. У артистов всего один день на отдых. Завтра они примут участие в фольклорных праздниках, которые пройдут в Завьяловском, Воткинском и Киасовском районах республики. Сегодня наступление информационных технологий, наступление опутывания сетей интернет. Как сохранить эту удивительную крупинку отношения к культуре? Вот на это направлен фестиваль. И у нас, конечно, действительно уникальная возможность, то, что называется, вживую пообщаться и с людьми, посмотреть на костюмы, ощутить красоту языка. Планируется, что фестиваль станет регулярным. С датой следующего праздника еще не определились, но планов у организаторов уже немало. Один из них – создание Бурановского гимна. Представители разных стран, каждый на своем родном языке, исполнит песню, которая станет визитной карточкой праздника. И это пока все. Удачного вам дня. Итоги подведем ровно в 7 вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова